Отходы как искусство Наиболее интересные находки за последнее время – это коллекция раритетных книг философско-религиозного содержания. Были они найдены рабочими в таком типовом чемодане 60-х годов. Но как сотрудникам удается разглядеть в груди мусора что-то интересное и необычное? То есть машина разгружается, рабочий посмотрел и уже, грубо говоря, на интуитивном уровне он понимает, что там может что-то быть. И действительно было. Издание 1906 года. Советские деньги. Шестой том из первого собрания сочинений Глеба Успенского. Словари уже 30-х годов 20-го столетия. В том числе немецко-русский словарь. Об этом забываем. Между советскими и немецкими специалистами существовали очень большие обмены, в том числе научно-технические. И вот вполне возможно, что один из таких советских специалистов, который посетил Германию, вот этим словарем и пользовался. Раритетные книги, тарелки, даже фотоаппарат. Всем этим вещам дали вторую жизнь. Неудивительно, ведь и само предприятие дает отходам вторую жизнь, перерабатывая их для последующего использования. А начинается это здесь, на пункте радиометрического контроля, где дозиметры от входящих отходов определяют уровень радиации. Вы знаете, у нас был случай на одном из наших МПК, где фонил памперс. Поэтому сложно сказать, что на сегодняшний день может фонить. Серьезно. Мусор наносит большой вред окружающей среде за счет того, что в результате перегнивания он становится токсичным, да и разлагается тысячи лет. Поэтому задача КПО «Север» – максимально применить вторичную переработку и получить сырье для повторного использования. К примеру, картон. Великолепно перерабатывается в туалетную бумагу. Как один из вариантов следующей жизни. Для того, чтобы переработать пластик, бумагу или металл, необходимо его отделить от остальных отходов. После сортировки выбирается вся органическая часть фракции отходов, которая идет на компостирование. Оставшаяся часть отходов отправляется на следующую группу оптических сортировщиков, где отбирается в огромных количествах макулатура. Особенно в период отчетности бухгалтерской. С ума сойдешь. Внутри цеха сортировки отходы разделяются по видам и цветам – автоматически и вручную. Последний этап – это прессирование и уборка на склад. Кроме этого, здесь отбирают стекло, которое может порезать ленту, а дальше отправляют и его на переработку. Здесь тоже находят какие-то находки, словарики находят, книжечки какие-то небольшие. Но в основном это какие-то крупные предметы, какие-то большие шляпы. Недавно находили пиратскую шляпу. Но она не представляет интереса, поэтому все-сего дальше выбросить. На конечном этапе, который называется прессование и складирование, в торсерье отправляется на склад. А каждый брикет маркируется, и на него вешается специальная бирка. В среднем одну тонну в торсерье производят два человека. Дальше в таком виде вторичные ресурсы отправляются к покупателю для повторной переработки. Хотелось бы, чтобы каждый человек отказался от пластиковых пакетов, именно которые выдаются на кассах бесплатно. Пакеты, маечки и так далее. Переработать обычный пластиковый пакетик стоит около 20 тысяч рублей. А стоимость его в магазине ничтожна. Для его переработки нужны затраты энергетических и людских ресурсов. И самое главное, его нужно найти и отобрать. А это не поиск раритетных или забавных вещей для музея. Это тяжелый труд, за который природа скажет спасибо. Кристина Кристина, Антон Орловский, Яков Глэйзер, Пушкинское телевидение. Кристина, Антон Орловский, Яков Глэйзер, Пушкинское телевидение. Кристина, Антон Орловский, Яков Глэйзер. Субтитры создавал DimaTorzok